Всем доброе утро! Я уже иду на улицу, время 10 часов. Сначала еду к родителям, потом мы едем к бабушке. И у нас сегодня на улице выпал снег! Наконец-то! Видите как? Всё. Он даже сейчас идёт. На камере не видно, что идёт, но снег. Представляете? Я уже думала, что в этом году мы снега не дождёмся. Ещё я надеюсь, что я успею на автобус, потому что я одела кучу всего опять, чтобы не замёрзнуть. Пуховик еле на меня сошёлся, и мне так тесно идти. Блин, придётся покупать зимнюю курточку, ну потому что в это уже не вариант ходить. Тем более мне ещё январь, февраль, март по-любому ходить в тёплые курточки. Смотрите, кто меня пришёл встречать. Не замёрз. Чё так долго шёл, я выхожу, тебя нигде нет. Холодно. Да ладно. Парсик, привет! Привет, мой хороший! Мам, я как раз видео записываю. Все услышат твои навыки пения. Вика. Привет, Вика! Ты меня ещё помнишь? Сейчас откроем тебя. Выйдем и откроем. Баба у нас тут что-то приготовила. Салатки, я вижу. А тут что это у нас? Ну, уже скорее. Пирожки какие-то. Баба-люба ждёт. И сладости. Не дают тебе покоя. Пойдём, мы с тобой только немножечко на видео покажемся. Смотрите, кто у меня есть. Ирисочку. Это кошечка, она сначала жила с нами, а потом, когда мы уехали в Сочи, мы передали её бабушке, чтобы она о ней заботилась, и теперь она здесь прижилась. Ни бабушка не хочет отпускать, ни Ириска не хочет к нам домой. Теперь у бабушки есть за кем поухаживать, да Ириска. Ни-я-у. Маленькая кошечка. Ты мой хороший. Ты, Диана, в чём ходишь-то? В курточке, в пальто? Я в пуховике. В чём тебе не молоть? Ну, чесноватый, конечно. А внуковой-то пальто по мере, может быть? Мне не верится, что я наконец-то дома, блин, потому что для меня что-то такой выезд на весь день, это слишком тяжело стало. Сейчас я лежу, налила себе чай, попью чай. Купила, кстати, от родителей после бабушки поехала на такси. Я взяла ещё у них картошки, подняла эту картошку в квартиру, оставила, пошла в магазин, купила там молоко, купила себе чак-чак, сейчас вот с чаем покушаю. И потом нужно будет приготовить, покушать на завтра, потому что завтра у Серёжи должен быть выходной, я очень на это надеюсь. И помыть посуду, так как вчера у меня не хватило сил на неё, конечно же. А сегодня точно надо помыть. Ладно, всё, если вы тоже сейчас будете кушать или пить чай, приятного вам аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Всё, наконец-то приготовила, решила немножечко покушать, много не стала накладывать, потому что я сегодня целый день что-то ем, ем, жую, и решила вечером покушать, всё, больше не буду. Сейчас хочу ответить на вопрос про мой канал, как я вообще решила записывать видео. На самом деле я записывала видео ещё лет с 14, мы там постоянно ездили в деревню, я снимала, что как происходит, было интересно. Мы даже снимали с моими братьями и сёстрами двоюродными типа видеоклипы, но мы их, конечно же, никуда не выпускали, просто я их хранила у себя на компьютере. Но, к сожалению, все эти видосики исчезли, так как у нас сломался компьютер когда-то, я ещё жила у родителей. И, как бы, всё, их больше нет. Возможно, конечно, починят компьютер и смогут достать эти файлы, но не факт. Как я решила записывать видео именно на YouTube? Честно, не знаю. Ну, как-то сама такая, а что я просто так записываю? Зайдите-ка, я загружу, найду там каких-то людей, да, как вот я сейчас нашла людей, с которыми я общаюсь. С некоторыми переписываюсь в Instagram, с некоторыми в комментариях мы общаемся, с некоторыми в TikTok. На самом деле это очень интересно. Так, чтобы прям очень, ну, с какой-то регулярностью записывать видео, я стала, когда мы переехали в Сочи. И, если честно, если бы я начала снимать намного раньше, если бы у меня не было в голове там постоянной установки, а что же подумают другие? Допустим, у меня были очень интересные, насыщенные годы студенчества. Мы постоянно выступали где-то, я занималась хореографией, занималась театром. Мы постоянно выступали на студвесне, и я тогда думала, что ко мне бы уже давно пришла моя аудитория. Но начала записывать именно, когда мы уехали в Сочи. И знаете, как я не то чтобы боялась, мне было как-то некомфортно сказать Серёже, что вот я хочу заниматься видеоблогом, хочу записывать про нашу жизнь. Потому что Серёжа, ну, как-то он не любит, в принципе, людей, общаться с людьми, как-то фигурировать там на камере. Он даже фотографироваться, в принципе, не любит. Я не знала, как ему об этом сказать, но мы уже были женаты на то время. Я говорю, всё, дорогой, давай-ка я буду записывать видео. Он такой, да, конечно, давай, почему ты об этом раньше сказала? Я такая, ну, я боялась, что ты скажешь там. И когда я перестала думать о том, что мне будут говорить другие, о чём подумают люди, когда я записываю видео. Потому что на самом деле всё эти вот мнения, они, ну, каким бы ты ни был человеком, всё равно тебе хоть немного, но важно чужое мнение. В Сочи я записывала видео, я их старалась выпускать каждую неделю. У меня это получалось, кстати. И сам вообще процесс записи видео, процесс склеивания этих всех файлов между собой, монтаж. Мне очень нравится сидеть за компьютером и изучать какие-то другие программы. Ещё бы хотела изучить фотошоп, конечно. Но как-нибудь у нас это, конечно же, получится. Потом мы уже вернулись обратно в Тюмень. Я думала, что же мне записывать? По идее, теперь моя жизнь не интересна, так как я живу в Сочи. Почему-то я так думала. И я начала уже рассказывать про наш опыт планирования. Я же начала, естественно, это не с самого начала. У нас до этого уже был год планирования, получается. И начала записывать эти видео. И тогда уже ко мне начали приходить девочки. И мы начали общаться с ними. И мне это всё так подбадривает. И я решила теперь записывать ежедневные видеовлоги. Что касается заработка. Нет, я не зарабатываю с YouTube. Я ещё ни копеечки не получила. Потому что, во-первых, мой канал маленький. Во-вторых, заработок на YouTube – это вообще очень сложная тема. И да, есть там вариант подключать партнёрскую программу. Там тебе платят за просмотры рекламы. Но, если честно, всем этим заморачиваться я пока что не хочу и не буду. Я снимаю для себя в первую очередь. Для того, чтобы пересматривать какие-то моменты из жизни. Потому что заходишь так иногда на канал и, ну, там, видишь видео, да, у тебя есть. Как мы отдыхали, допустим, в Сочи, да, как мы жили. Как мы отдыхали на природе. Как мы ходили с Серёжей на каток. Как проходила наша свадьба. Это всё есть у меня. И я могу не переживать то, что все эти файлы вдруг удалятся у меня там с телефона или с какой-то карты памяти. Ещё я немаленькую роль сыграла в моей жизни. Это был у меня такой этап в жизни, когда я решила, что я хочу попробовать себя как бы в бизнесе. А я тогда начала заниматься гринвеем. Я, ну, общалась, там были свои кураторы, вообще сложная система. Но там постоянно шла мотивация на то, что ты должен развивать себя. И, если честно, те мотивации, которые я получила именно там, мне очень помогли в будущем. И сейчас я без проблем могу записывать видео и не думать о том, что вообще обо мне подумают. Да пофиг, что подумают. Да, с самим гринвеем у меня не вышло. Потому что я такой человек, что я не люблю кому-то что-то продавать. Мне проще рассказывать про свою жизнь. И я так чувствую себя увереннее, чем мне толкать какие-то продукты. Да, не то чтобы это толкать, но они хоть и заявляют то, что мы не толкаем, мы просто рассказываем о своей продукции. И люди сами к нам идут. Ну нет, на самом деле, если ты хочешь зарабатывать, ты должен именно толкать продукт. И хоть у меня это и не получилось, зато у меня есть свой канал, на который я начала более-менее загружать видео после гринвея как раз. И отвечу на вопрос, есть ли взаимосвязь между гринвеем и моему стремлению к экологичному образу жизни. Нет, это все никак не взаимосвязано. Об экологии я начала задумываться еще до гринвея. Ребятушки, большое спасибо вам за то, что вы провели еще один день со мной. Я вас всех очень люблю, целую и всем пока-пока.